Небесный, утешительный души истинный, И жизнь делесный, и вся исполняя Сокровища благи, и жизни подателю Приди вселенной, и очистенная вся и оскверной И спаси, блажен души наши. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа Благослови нас в прибыть у слов Писания Твоего. Дай Господи, сломиться в ног учителя, учителя благочестия, учителя Царства Небесного, Господа нашего Иисуса Христа. Многомилостей Господи, прими наши души, Даруй, Господи, нам всегда быть верными Тебе и всегда действовать по слову Твоему Святому в любых обстоятельствах жизни. Даруй, Господи, нам тех сил, которые Ты обещал верным Твоим, помоги им в этот пост сохраниться в чистоте истин, и искренности. Будь настоящими, православными, такими, Господи, которыми Ты хотел видеть в церкви Твоей святой людей, верных Тебе, Господу и Творцом. Тебя слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 На прошлом занятии мы прошли молитву «Отче наш», Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 стиха, страница 56. Матфея 6, 14-15. «Ибо если Вы будете прощать людям согрешения их, то простит и Вам Отец Ваш Небесный. А если не будете прощать согрешения их, то и Отец Ваш не простит Вам согрешения Ваших». Толкование. Опять научает нас быть незлопамятными. Об Отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого Отца, стыдясь Его, не злобились подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит безжалостность и зверство, посему и запрещает нам быть таковыми. Запрещает быть злопамятными. Все толкование? Да. Здесь Христос опять упомянул о Небесах и об Отце. Для того, чтобы этим упоминанием пристыдить слушателя, если бы, то есть, он, будучи сыном такого Отца, то есть слушателя, продолжал бы оставаться жестоким и, будучи призван к небу, имел бы какое-нибудь земное и житейское мудрование. Чтобы быть сыном Божьим, для того нужна не благодать только, но и дела. А ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас. Это и прежде показал Спаситель, когда говорил, что Отец Небесный посылает солнце свое на злых и добрых. Потому-то и в каждом излечении Господь повелевает совершать общие молитвы, когда говорит, Отче наш! И далее. Так повелевает нам произносить все прошения от лица многих. Он тем самым заповедует не иметь и следа гнева против ближнего. Итак, и следа гнева против ближнего. Ну, то есть, если мы ближнему помогаем, своему, ну, то есть, должны помогать всегда, как по притче. Самаренин, когда проходил-то, помните? То как у нас может быть на него гнев? Он лежит израненный там и так далее. Наоборот, мы должны жалость проявить, кротость здесь, смирение, если даже какой-то запах от него гнилостный идет или что, но он раненый. Раненый человек, мало ли что он там может быть без сознания. Мы же смотрим, как за своими товарищами там он ухаживает эти бойцы там или что. Или вот сестры милосердия возьмите. Дочери царя вам помогали, заболели типом от болячих. То есть, это мы видим всегда. Но и тем более, почему же, вот тут Господь так говорит, а потому что мы наших близких видим как раз израненными духовно. А духовно израненный человек, он может быть такой активный, такой непримиримый во зле, а мы в этот момент не можем злиться. Вот он к брату особенно, он когда видит таких, у него нечто открывается, он сразу начинает так сурово. Да, это круто было. Ну, было, да, было. Но я просто как пример привожу, что тут наоборот уже жалость самую проявлять нам, потому что это же ближний, он же требует помощи. Если возможно нам еще повлиять на него, так мы должны какими-нибудь написано, приветливыми, учительными, не сглобивыми, правильно? С кротостью наставлять противников, которых Сатана уловил в свою волю. Не даст ли им Бог покаяния? И дальше говорит святитель. Итак, какого будут достойны наказания те, которые, невзирая на все это, не только сами не прощают, но и Бога просят об отмщении врагам. И таким образом совершенно нарушают закон о незлобе, тогда как Бог все делает и устраивает для того, чтобы нам не враждовать между собою. Корень всякого добра есть любовь. Корень всякого зла есть сребролюбие. Корень всякого добра есть любовь. Сестра, как раз об этом говорила, что ты хотела сказать? Что-то, да? Есть у тебя что? Еще. Ну-ка, прочесть. Место писания какое-то? Ну, когда подходи. Я читала о Коринфином сегодня, и вот как раз там говорится о любви. Что такое любовь? И почему апостол Павел говорит, достигайте любви, выше всего любовь. Если ты будешь говорить человеческими и английскими языками, а любви не имеешь, тут имеют звенящие кимел, звучащие. И все говорится о том, а если любви не имеешь, а если любви не имеешь, а если и без конца, и вот это все Коринфином говорится. И вот я говорю, а в жизни как это применить? Как это достигать? Ну, достигать вот по-человечески, как мы к спортсменам, если обратимся, то они каких вершин достигают? Как они стремятся к этому? А как мы в религиозной жизни, вот в христианской, достигаем этой любви? Тоже к чему-то стремиться нужно все больше и выше. Вот сегодня, если, допустим, так, а завтра уже ты по-другому смотришь. Так, давайте местописание тогда скажем. Это местописание, притча о Самарянине как раз. Вот любовь-то как достигается. Вот идет Самарянин. Он вообще никакого отношения к евреям не имеет. У него свои родственники в Самарянии. Это полуязычники. Они пришли из аравийских, из персидских стран, их туда прислали и так далее. Перебросили на место жительства, как поселенцев евреев. А евреев оттуда выгнали. И вот он идет и вдруг лежит, и он видит, что это еврей. По одежде, по облику, горбатый нос там или что. Это еврей. И вдруг у него открывается вот этот самый дар любви. Почему? Потому что он уже жаждал кому-то помочь. Да. У него и осел был. Он шел, там, слез с него, или как он увидал, сразу подошел, написано, и вином полил, и елеем смазал. Облегчил страдания его. Все у него при себе уже. Так и у нас должно быть. Все уже при себе. А что? Слово. Во-первых, доброе слово. А все говорят, да у нас денег мало. Деньгами не всегда человеку поможешь. Да как это? Человеку помочь. Обычно не деньги нужны человеку. Хороший, добрый совет, милостивый. И утешительное слово нужно. У меня еще есть, например, такой свекровка приехала сюда в больницу, чтобы это на лечение. И она пришла к Наташи. А Наташа с ней побеседовала. Все. Она говорит, все, везите меня обратно в потеряевку. А что такое? Аня говорит, уже вылечилась. Она меня словом, говорит, вылечила. Какой же любвеобильный человек. Во, как надо обращаться. Она, как говорит, ласково, как нежно со мной обращаться. Как она к настоящему больному человеку. И мне, говорит, сразу легче стало. Я могу ехать домой. Мне не надо туда дальше идти, к врачам другим. Вот такие вот примеры и в жизни. И таких много можно назвать. Где проявление милосердия и любви, там совершенно другое состояние того и другого человека. И поглядите, как Господь говорит. Ибо Отец ваш повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. То есть, если мы будем себя вести с добрыми и со злыми одинаково, кротко. Потому что с добрым-то себя вести кротко легко. А ты попробуй себя кротко вести со злым. И вот тут начинается вся премудрость действий. И вот тут начинаем мы... Что такое гнев? Как он действует, этот гнев? Что такое добро? Как оно действует? Ступени этого добра разбираем, добродетели. И везде говорится, мы должны оставаться спокойными. Да. Должны... И апостол Павел говорит, должны быть какими? Тихими, кроткими, незлобивыми, учительными. То есть, мы должны вспоминать не то, как бы его обидеть и оскорбить, как бы ответить на его хамство, на его злобу. А мы должны как раз действовать как отец, послать солнце, то есть теплоту вот эту, это и будет любовь. Вот это мы любовь как раз и проявим. И всякий крик, да, будет удален от вас написано. Никогда не кричать ни на кого. Это вообще так известно. И всякий крик. Не написано, что какой там. Всякий крик будет удален от вас. Кротится смирение. А вы думаете, когда апостол Павел говорил о Крите, он говорил о Крите или он говорил о ком-то, кого вы хотите, ну, кому хотите рассказать об этом Крике? О ком он говорил? Тот, кто проповедует Слово Божие и как глашатый возглашает на всю вселенную. Или же человек, который кричит, потому что в злобе он, он хочет напугать или еще что-то сделать. Я думаю, какой-то крик, наверное, злобный крик-то все-таки. Нет, нет, нет. Не просто, что крик, что кто-то кричит, хочет докричаться до кого-то. Он может стоить далековато и надо, ну, погромче сказать это дело. Да нет, это исключено. Или все-таки крик, это просто крик, именно, ну, там, такой крик. Да, такой гневный, может быть, злобный. Согласен. Совершенно правильно. Это правильно, да. А можно докричаться? Я могу кричать, Валая, иди сюда. А вот нет, мы не так будем. Давайте Словом Божьим, давайте Словом Божьим поговорим. Вот в книге Тавита, в 12 главе, как говорится, как говорит ангел? А, ну, как раз. Он говорит, дела царевых надо бы нахранить в тайне, а о Господних делах возвеститься громко. Громко, да, совершенно правильно. И поэтому, если ты говоришь Слово Божье, и хочешь до человека достучаться, и там голос повысился у тебя, не стоит говорить, что это крик человеку. Нет, нет, нет. Разбог. Чего ты кричишь? Подожди, человек воспламеняется Духом Божьим сказать другому просто. Да, по-моему. Там, пускай этот человек, который стоит напротив, он сам выбирает, крик это для него или не крик. И что за крик опять же? Господь вообще сказал, все стою у двери и стучу. Да. У двери сердца, говорит, стоит Христос и стучит. Да. Он вообще рядом стоит и стук, говорит, бывает такой иногда громкий, что человек не выдерживает его грудная клетка, лопается сердце. Господь все стучит и стучит и стучит, пытается достучаться. Там болезни какие-то, там страшные, ну какие-то катаклизмы идут, как вот в Донецке, они в пещере прям там вопиют. Господи спаси. Это же тоже все от Господа. Господь стучит, и вот этим всем он стучит. Вот это, я понимаю, крик. Вот это да, это громкость. Вот слово крик, мы будем говорить громкость. То есть, сделаем больше громкости, говорим. Раз громче. И почему? Начинаю что-нибудь читать. Я уж, насколько я читаю громко, а батюшка иногда выйдет, и что-то тихо читаешь, читает громче. А мне кажется, я уже прямо ору, думаю, да почему мне орать, что ли? Я что-то попытаюсь тембуром сделать, он опять, ты что сегодня, как кыша не ел, что ли? А я понять не могу. Вроде бы громко. Да все прям вроде бы громко. Ну, и ничего иногда вообще не понимаю. Ну, вот Игнатий Тихонович, уж когда она говорит, я прямо даже немножко так поворачиваюсь, чтобы в его сторону, думаю, что, а то он меня надоел в свое время. Чего ты так тихо? Чего ты так тихо? Я думаю, громче все, громче, громче. А потом как-то помню, Витя стоит, и как закричит, батюшка вышел. Чего ты кричишь? Ты чего кричишь-то? Вот раз. То есть иногда мы не можем этот тембр поймать. А когда мы в разговоре с другими людьми, повышаем его или понижаем, конечно, мы должны это все регламентировать, эту громкость свою. Но, с другой стороны, до человека иногда невозможно просто договориться. И бывает такое, но не постоянно, я хочу сказать. Это очень редко бывает. Да, но бывает. Ну, бывает, да, бывает. Повышаешь голос, бывает. Но, повышаешь голос-то, ты не кричишь на него, там, типа, ты что, не понимаешь меня? А ты слова Божьи говоришь-то громко. Ну, это другое совсем дело. Здесь говорится по жизни как-то. Ну, вот именно, чтобы когда этим криком, вот этим действием своим, голосом, ты человека, ты человеку не помогаешь, ты не показываешь любовь, наоборот, а ты его этим обижаешь, отталкиваешь, наоборот, от Бога. Да. Да, вот это, вот я об этом и хочу сказать, что именно надо его понять человека, проникнуть в него, вообще быть чувствительным, проникновенным. И как правильно, да, стучаться для этого сердца. Ты криком здесь не возьмешь ничем, а вот именно спокойным голосом можешь не так эти слова Божьи донести до него и сказать, что он это принял. А если будешь, а он не поймет, то чего он орет? Чего он орет? Не, ну то есть, я так понимаю, мы разговоры ведем о том, что регламентация вот этого вот термора голоса, какая должна быть, когда ты произносишь слова Христовой. В основном, апостол Павел нам сказал, какими нужно быть. Все. Вот этого нужно достигать. Учительными, то есть, если учительными, значит, ты должен говорить какие-то поучения. однозначно, это проповеди, те же притчи, которые Христос употребляет, те же какие-то исторические моменты, которые у нас есть в Слове Божьем, которые мы можем показать, на которых можно учиться другим людям достигать благочестия. И, конечно же, в человеке мы должны видеть только как бы своего брата, будущего пускай там, или как, который может обратиться так же и спастись, и прийти в разум истинность. Чего и Господь желает. Конечно, конечно. Ты должен видеть, что это такое же творение, как и ты, и не превозносить себя над ним. И вот начинаешь. Всяческая, да еще и голос повышает. Но ты не забываешь, что это тоже чадо Божие. Божие творение. Давай. Интересно говорить. Сейчас продолжим еще. Тут немного осталось. Что ты говоришь? Ну, на эту тему хотелось бы добавить, что когда один другого обличает, тот, кто обличается, должен, как себя вести? Он должен обличение принимать так же скротостью, а не отвечать ему, а что ты на меня кричишь гневно и зло? А тот, может быть, достучаться хочет. И у него даже в мыслях нету там тебя обидеть и превозвыситься над тобой. А свое я задето, ой, ой, кричать нельзя, не трогайте на меня, не судите, да не судимы будете, иначе... Брат, можно подправить? Ну, не подправить, а дополнить то, что вот сейчас брат говорит. Это брат говорит уже, когда разговаривают двое верующих, двое людей, которые идут, у которых достигнув степени добродетели уже неимоверной. И вдруг нашла коса на камень. А мы здесь, как бы, стараемся говорить, тут же видишь, как посылается на злых и добрых. И мы, как бы, говорим здесь не о добрых, а о злых. А злые, это те, кто не приняли Христа. Поэтому, как разговаривать с внешними здесь Христос говорит? А ты уже перешагнул наш сейчас разговор, мы-то его, как бы, еще не начинали. Мы же... Не, но и внешние тоже могут так же отреагировать. И что ты на меня кричишь, да я сам знаю, да и вообще... Они так и будут реагировать? Если верующий так отвечает, то уж тем более неверующий. Я... Потому что... А то так очень удобно. Не кричите, не судите, не... Вообще... Не обличайте. Вообще не обличайте. Будьте ко всему... Да кому про это только что говорили, что крик это что такое? Это повышение голоса или что? Мы об этом крике все время говорим, говорим. Я считаю, что крик это вот... Э! Вот это крик уже. А если ты просто говоришь... Да. Крик суши есть такое. А если ты просто громко говоришь, это уже громко говорить называется. Вот допустим, я повышаю голос. Вот это я не кричу, честно. А вот кто перед этим я крикнул. То есть он должен быть от лечения крик от не крик. Ну, надо полагать, что... Ну, конечно. Поэтому... Ты совершенно правильно говоришь. Но мы еще не дошли до этого. Когда между братьями мы говорим о том, как Христос говорит слова. Отец ваш небесный посылает на злых и на добрых. Солнце одинаково светит. И мы так же должны быть, как это солнце. Одинаково светить. Я и говорю, с добрыми-то легко быть добрым. Ты со злым попробуй быть кротким. Когда он стоит против тебя и все свое оружие изострил, он уже вытащил его. Он тебя ударить уже готов. Все. Или даже ударил. И ты в этот момент должен... Она написана оставаться спокойным. Четвертая степень добродетелей. При этом ты должен оставаться спокойным. То есть ты должен вспомнить слова Христа в этот момент. Вот это и есть достигать любви. Не отвечайте. Злом на зло и ругательством на ругательство. Аминь. То есть уже неверующий начинает тебя испытывать. Да. Может быть даже хухулу на тебя. Ну а если он бога начинает хулить, тогда как себя вести? Неужели так же, как вот капуста в бороде улетит? В золотолужину... Не, ну вот пример был. Вот благовестие было у нас. И подошел такой хулитель. Да. Игорь Тихонович не стал ставить этот ролик. Я не знаю, там у брата есть он или нет. Хотя он есть этот ролик. Может быть вот брак поставит. И он действительно хуй, ну, кощувствовал и смеялся. Ну он правда ничего такого на бога не говорил. Но то, что ему это евангелие там не нужно и так далее. Ну не матерился, правда, будем говорить. Тоже еще не до конца парень дошел. Но наговорил там много чего. Я там по трупам ходил. Я там а вы тут что-то мне рассказываете. Я говорю, так это плохо, что ты ходил по трупам. Что ж хорошего. Так это бог ваш где он был в этот момент. Я говорю, ну а кто убивал-то? Ты же, говорю, и ходил там по трупам, наверное, стрелял. Да, я стрелял. Я вот такой. Я говорю, что тут хвост отсталить? Нечего тут. Поэтому мы обращаемся к тебе. Вот бери евангелие, читай. Держу евангелие, показывай ему. Он, да я его, ну зачем мне не надо ничего. Потом оказался и начитанный парень-то. И многое там у него другого есть плюсов. Ну он так и сколько, минут 10, наверное, беседовали, может 15. И он так и не взял евангелие. А потом я уже уходить он. Ну ладно, давай твою книжечку. Я говорю, я тебе не верю уже. А, вот ты какой. Злой. И повернулся и побежал. Отвечал, да. Я ему предлагал три или четыре раза по ходу разговора. Я говорю, ты просто возьми и читай. И вот Иоанн Златоуст там в толковании своем на Матфея тоже говорит так, что начало премудрости идет, в начале премудрости идет чтение просто. Ну, ознакомление по-нашему. Если ты ничего не знаешь, ты же должен ознакомиться с содержанием. И тогда премудрость придет к тебе. Почему говорится в начале вот того, как правильно читать Слово Божие или Библию, вот у нас есть материал о Библии, и написано если даже вы ничего не понимаете, все равно продолжайте читать. Но в начале обязательно помолитесь, вот как мы молимся Царю Небесной. Когда ты помолился, Господи, открой мне. Ты в кротости помолился, и Господь тебе в простоте это и откроет, что там написано. А если ты не будешь молиться, просто будешь уже в эту книжку, как говорится, просто заглядывать, что, а, знаю там всякая чепуха, Господь и не откроет тебе ничего. И вот когда ты ознакомился, прочитал, тогда начинается уже премудрость. Тогда действия Господа на тебя. И тогда уже будет по слову, которое мы читаем римлянам 10 глава 17 стих. Там написано вера от слышания, слышание от слова Божьего. А если мы не открыли слово Божьего, как мы веруем? Для меня это даже странно. такие люди попадаются, я думаю, это просто, ну, мы так с братом сделали вывод, что это просто кощунник человек. насмешник, кощунник, решил посмеяться. Ну, как бы поймали его на том уже, что, я говорю, ты даже не знаешь, что если я ему сказал, я говорю, ты во грехах, просто родился он, я во грехах, да как так? Я говорю, потому что мать твоя во грехах, и ты во грехах. Но ему это сильно не понравилось. Что же это такое? Это как же так? Чего же тогда все во грехах? Я говорю, так венчаться же надо, чтобы были святые дети, родители по вере. Венчаться? Что-то засмеялся. Я говорю, ты никогда о венчании не слышал? Он так остановился уже, ну, видишь, что дальше некуда. Я говорю, ты смеешься просто, и все. Ну, и тогда он, ну, ладно, давай книжечку почитают. Я говорю, не могу уже дать тебе, не верю уже тебе, что ты, ты выкинешь просто, и все, тебе не надо, Слово Божие. Такие люди. Вот с ними сложно, да. Ну, я могу прямо сказать, что ничего я там не кричал. Ну, несколько раз я ему сказал, как бы, грубовато, когда он что-то, какое-то спрашивает, я говорю, скажи, чего тебе от меня надо? Вот, какой вопрос ты задаешь? Я ничего не могу понять. Ты вопрос задаешь, или ты меня учишь? Ты, как-то, он говорит непонятно, очень быстро, много, хочет высказаться человек. Что там у него на душе кипит, им непонятно. И прям близко так подходит, прям вот подлазит, вот сюда прям, ну, маленького роста еще, аж подпрыгивает прям, в лицо я отодвигаюсь все время, прыгает, прыгает. Потом уже достал сзади сигарету, прям в лицо. я уже отошел, а я знал, что вы не курите, это я специально сделал. Я уже повернулся уходить, он говорит, гляди, вот видишь, бросил, растоптал, ну, давай, иди сюда, опять будем с тобой разговаривать. Я опять подошел, давай, раз ты бросил, поговорим еще. Не знаю, какой тут пример будет, желание горячее рассказать ему, и он потом даже один раз сказал, говорит, если ты, говорит, сейчас мне докажешь, вот то, что ты мне говоришь, то я, значит, буду верующим. Я говорю, ничего, ты меня поставил сюда. Я говорю, я вот хожу Евангелие людям, даю, чтобы они читали Слова Божие. У меня, видишь, прям Евангелие, все Слова Божие вечной жизни. Ты возьми и читай, и Господь тебе тогда откроет, если ты будешь читать. Я говорю, а чтобы тебя убедить без Евангелия, уверовать, я говорю, я тут не поставлен на это, у меня, говорю, нет таких сил, говорю, чтобы еще и тебя, говорю, ты и так, говорю, разговариваешь, как богохульник почти. Ну, еще прочтем, да, Златоуста? Слушай, Сера Хвасиловичу Тавик о любви, что Бог... Можно, можно мне прочесть Златоуста, да? Пожалуйста. Готовиться надо. Корень всякого добра есть любовь. Потому-то Господь и уничтожает все, что может вредить любви. И всеми способами старается соединить нас между собой. Подлинно совершенно никто, ни отец, ни мать, ни друг, ни другой кто-либо, не любит нас столько, сколько сотворивший нас Бог. И особенно это видно как из его ежедневных благодеяний, так и из повеления. Переходим к штабу? Или еще? Ну, это может. Ну, Ну, так-то светили вопросы. Ну, главное, тут написано... Не, ну, много, тут основное есть, явно. выбирается явно основное, что когда мы видим ближнего своего, у нас не должно никакой неудовисти возникать к нему. И когда мы читаем притчу о самаредине и израненном разбойниками, там есть некоторые моменты, которые нам непонятны. Допустим, вот израненный разбойниками это наш ближний. А мы, как бы, должны быть как самаряне. Христос как бы себя берет как самарянина, потому что он же наполовину еврей, как и самаряне тоже наполовину, язычники наполовину веровали в Бога. Поэтому он показывает, что он как бы тоже не того рода. И он пришел к людям ближним, кто для него ближний? Для Христа все ближние, как Сын, Сын Божий. Для нас кто ближний? Кто рядом? И он говорит, тот, кто рядом, человек попадает в сферу твоего влияния. Ну и теперь как нам относиться к тем людям, которые вокруг нас? А ведь всякие встречаются. И говорится именно о тех, которые злые. А с добрыми легко разговаривать. Они тебе не принесут тех неприятностей, когда ты можешь согрешить. А вот злые говорите. Сирахова, первая глава, четырехнадцатый стих. Здесь говорится «Страх Господень дар от Господа и поставляет на стезях любви. Любовь к Господу славная премудрость, и кому благоволит Он, разделяет ее по своему усмотрению». Вот этот мне очень запрещен, что именно Он распределяет по своему усмотрению. Это же о Духе Святом говорится, что не меру дает Бог Духа Святого. Он дает по вере человека. Поэтому апостол Петр говорит «От веры в веру наполняйтесь». Сначала Духа Святого у человека одна какая-то часть, потом он больше дает сил этих веровать. Да, по своему, конечно. И поэтому говорит «Дух дышит где хочет». Очень странно, когда говорят, что у сектантов от наркомании обращаются и так далее. «О, это там с сатаной». Как сатана, наоборот, он хочет, чтобы все были наркоманами. Что же он будет тебя из наркомании обращать обратно-то? Ты уже погибший, все, он уже радуется. И тут вдруг раз обратился. Да как это же у сектантов, а у них там один сатана. Ну, как так сатана, когда они Библию читают? Надо же понимать, просто у них не в полноте. И вот когда Игнатий Бринчанинов начинает рассказывать нам и говорит «Благодать обращающая, благодать призывающая, обращающая и благодать освящающая». То есть Дух Святой действует очень объемно и постепенно, потому что мы же не сразу становимся верующими, а идет какой-то этап. И вот на этих этапах людей очень много у церкви около церковных. И сектанты это тоже около церковные люди. Они могут в любой момент в церковь попасть. Но не хватает чего? А вот чего-то не хватает. И больше всего как раз этой самой любви к этим ближним. Не надо в сектантов находить врагов. Вы посмотрите, что творят наши православные, когда слышат о сектантах. А когда нас-то слышат, Господи, помилуй, чего они только наговорят. Мне всегда интересно, ну почему вас-то найти нельзя, вы нигде своих адресов не даете. Приглашали бы, приходили бы мы с ними, беседовали, но когда мы их приглашаем, никто не приходит. Если приходят, как саглядатают, подглядеть, как говорит апостол Павел, лжебратья, получается, как предатели какие-то. И нету никаких бесед, чтобы можно было. Даже с сектантами у нас есть беседы, о слове Божьем, с православными, никогда никаких, только одно могут сказать, мы у сектантов ничего не берем. Да вы раскольники, разве мы можем с вами беседовать? Так если я раскольник, и ты считаешь, что я впал уже в грех, и причем в ад уже рухнул, ты меня обязан просто спасти, если ты православный, искренне верующий. Ты меня прям вцепиться должен сказать, брат, что ты делаешь? Ты же так похож на меня, тебе остается шажок только сделай. Вот что мы делаем, когда ходим по улицам города, распространяя слово Божие, стараемся беседовать с людьми, говорить все о Христе, всю истину, всю полноту. Мы даже, приходится нам говорить о том, что в церкви у нас творится неправильно, приходится иногда договорить и об этом, что священники не учат людей, когда нам, ну, до этого доходит у нас разговор. Ну, это не часто бывает, но бывает. Приходится даже это говорить и вся. А, так раз вы говорите так на священников, то вы точно не православные. То есть, мы стараемся со всей искренностью подойти к этому, со всей ответственностью, и нас опять делают козлами, как говорится, отпущение. Но оно так и было, этот козлово отпущение отпускался за весь народ первосвященникам в пустыню. За весь народ, как кровь, крапление, за весь народ было, так и здесь. Да, мы действительно эти самые козлы отпущения получаемся. в ростовской церкви, там после службы тоже какие-то занятия проходят, разве туда вот нам нельзя сходить? Ну, вообще, вот... вот вы говорите, можно ли нам ходить или нет? Я вам скажу, нас туда не пускают дальше. Вообще не пускают. Так, зачем вот это вы говорите? Вообще ли кто? Вам рассказать, как было? Или вы что мне хотите сказать? Что меня по чуть-чуть должны пускать? Вот одна капля, как в мультфильмах показывают. Раз там, рука попрыгала, потом опять припрыгла, приросла? Или что? Я скажу про это. Я была, потому что... Ну, расскажи. Я была, правильно, Рая, я была на этих занятиях. Меня приняли, все хорошо было. Священник читает, а все, значит, то же самое у них Слово Божие читают. Но вас не знали, они просто, кто вы? Ага, я не знала. Откуда ее? Некоторые там знали, учительница, которая преподает, они меня приглашали преподавать с детьми, вести там, я отказалась. Они все хорошо, но у них нет вот этого толкования, как должно. Хотя они тоже берут феофилакта, но не так. И когда вопросы они задают священник, подсвященник мне позволял отвечать на эти вопросы. Хорошо. Я настолько отвечала, что затянула и вижу, что... Но по Слову Божию и по толкованию и по толкованию Златоуста и так, тоже вот те вопросы, которые задавали, я на все эти вопросы отвечала. И когда потом уже закончилось все, одеваться стали, пошли давать, они все ко мне подходят, говорят, как же вы хорошо отвечаете. Вот именно диалог, как вы хотите направить. говорит, хорошо отвечаю на вопросы, чтобы все мне вот понятно стало. Там все эти юноши подходили, все. Ну и... приглашали, но у них в 6 вечера занятия идти идут, а я не имею... А вот церковь, которая... В четверг, в 6 вечера, они не против, они не против, все вот мы можем прийти, все... Вот куда они не против. Валентина Арефьевна, а то они не против. Ну мы... Мы... когда ходили в Дмитрия Ростовского, мы не просто так пошли, мы переговорили со священником, там был этот отец... Александр был тогда, очень известный. Везел он там газеток, там на вопросы отвечал. И мы к нему пошли, и он нам сказал, что да, конечно, Феофилак болгарский, но это не то. Это, конечно, хорошо, но не то. Им нужно по-другому как-то вести. Поэтому... Ну... Но готов встретиться с нами, поговорить о Феофилаке болгарском. Мы взяли кучу литературы, Феофилаке болгарского, трех выпусков, и наш тоже. И поехали туда, втроем. Видите, был Плеханов, брат Сергей и я. И приехали втроем, это вот Дмитрия Ростовского, когда у них должно быть занятие. Предварительно позвонили, нам кто-нибудь что-нибудь сказал, он сказал, ничего никто не знает. то есть, вроде как, все то же самое. Подошли, дождались священника. Он сказал, что вы, говорит, приперлись? Я говорю, так это вроде как. Мы тут решили о Феофилаке болгарском поговорить. Он так усмехнулся, говорит, ничего, заняться нечем, что ли, с вами? Я говорю, а зачем тогда вы говорите это? Встречаться, давайте, и так далее. Он промолчал, говорит, собирайтесь, идите отсюда, чтобы я вас больше не видел. Это какой год? Это восьмой. Как раз брата Неминова. А у мужчин другой совсем, потому что Сергий, это кто у нас потеряет? Кто другой? У него, это, зубы двойные, или как пореже у него, у этого другого? Я говорю, отец Сергий, там... Ну, кто вас боится, скажите? Кто, кому нужна бабка? И шла. Да нет. Вы еще раз попробуйте прийти туда, и поговорить там. И о чем вы говорили, что они вас сразу не выгнали? Я понять, я не могу пока. Они не делают, не делают. И вот это другой разговор. Поэтому не надо нам этого, ну, то, что очень любят, вешать на уши. Я думал, она сейчас расскажет, как ее выгнали, она расскажет, какая героиня, она там, все у них хорошо, все. Да они никого, они на дух не принимают. А Сергий в этот момент раздавали, визитки наши стояли, святили, за пределами, да, за пределами храма. За пределами, конечно. Не в храме они раздавали. И в этот момент забегают, вот с такими глазами, отец, там это, там это, что такое, что такое. И тут Сергий заходит, такой, и к нему там тоже подходит. И он, да вот этот вот, они там раздают какие-то свои прокламации. Он, все, идите отсюда, все, чтобы я не видел. Вот вы как, вон идите, все. И пошло, и поехало. Вот все, что у них есть. Они сразу делают упор. Ты, ты кто? Ты с кем хочешь разговаривать? Ты видишь, кто перед тобой стоит? Совещанник. А ты кто такой? Морда. Ты еще в калашный ряд не вошел. Вы понимаете, сколько всего священников? Священники идут, даже не как генералы. У нас генералов в стране больше, нежели священников. Священник это, ну, это пиарный какой-то, алмаз, ограненный, который нужно хранить. Его вот так нести надо, человек по миллиону, чтобы каждого священника нес. И не дышали. И целовали платки, по которым мы не прошли. И руки до блеска, чтобы были натерты. Ничего непонятного-то. А то, что вы попали раз, попали случайно, это могу точно сказать. Как бабушка проникли хитренькой змеей. Ясно все. Игорь, можно я отъеду? А вы, Россия Николаевна, этот вопрос, для чего заняли? Вы задали, хотите туда ходить? Нет, я вообще говорю, что, ну, какой-то диалог-то надо, чтобы они там тоже как-то понимали. Я имею в виду, чтобы диалог какой-то наладил. Как его Александр-то звали, я забыл. Он такой известный, Ну вот она уже приходила, вы когда к ним ходили, когда вас не видели, это Надежда Васильевна? Ну, я-то... И вы не помните же. Туда же ходили, у нас все прям, кто-то родился. Это в 2014-м, ну, это вот в прошлом году ее уже не выгнали. А 7 лет назад вот их вообще выгнали. Так что сейчас уже... А сейчас уже помягче они стали, я говорю, потому что они уже были у нас в Потеряевке, и они мне хорошо... И приняли, все разрешили. А в то время, а в то время они проходили Достоевского. Да, то-то 7 лет назад, а сейчас уже нормально. Достоевского проходили. Когда я с ним разговаривала, в Тет-Филатке, они в этот момент Достоевского проходили. А все тоже... Что они там проходили, я не знаю. А перед этим Пушкина они проходили. А перед этим Яна Достоевского тоже хуже. Слышите? Душок откуда идет, Раиса Николаевна? Да-да. Чуете душок откуда? Вы же ушли от того, что у Достоевского с Пушкиным у вас там проходили. Нет, не Достоевского, а Ильина. Ильина и... Ильин, это, конечно, чуть-чуть похуже даже, чем Пушкин. Пушкин хоть понятно пишет, у Ильина вообще там через пень не поймешь что. Он... У него с головой... Он типа с Рерихом, Рерихмутый или что-то в этом роде. Да сам-то и вообще никаких проповедей. Так что с Богом. Нигде пока нас не принимают, поэтому... Ну вот съездили мы в деревню. Вот отец Олег сам пригласил. Ну и что дальше? Ну где продолжение? Мы готовы. Ну нам что, по всем храмам ходить, как вот этот брат какой-то молодой, ты знаешь, который ходил по храмам. А, Никита? Никита. Ну пошел парень по храмам, он прошелся, давайте вести занятия. Из каких храмов его там выбросили? Из пяти? Из трех. Из трех? Ну еще бы два прошел, из пяти выбросили бы. Какая разница? У них сто процентов попадания. Какое? С Украины. С Украины. Он хочет сюда переехать жить. Никита Колесник. Он хочет... Хочет... Человек молодой, душа его хочет насладиться Словом Божьим. Вот просто в простоте общения. И здесь вот Господь нас собрал вот по молитве, по молитве вот Надежды Васильевны, Игнатия Тихоновича. Вот батюшки. Люди начали молиться, тоже небольшой группой. И Господь даровал вот это. Если бы у нас продолжится все, молитвы наши, занятия, то Господь и нам тоже дарует такое счастье, видеть еще людей. Это однозначно. Видите же, потихоньку подходит кто-то. То один, то второй человек, что интересуется. Ну, это для того, чтобы нас проверить. Чтобы у нас не было никакой гордости, что там вот к нам ходят или еще что-нибудь люди. Это вообще мне всегда так смешно. А, вы там гордитесь или еще. Вы по гордости ходите и разговариваете вот с такими людьми, которые вот сняты, которые сняты на камеру, когда мы благодействуем. Это, ну, я бы с ним даже не захотел бы разговаривать. Дайте мне пять тысяч рублей, даже десять. Я бы сказал, нет, я лучше сам им отдам. Только не надо мне таких людей на встречу посылать. Нет, Бог посылает именно таких. Ну, почему, Господи? А вот почему, чтобы ты... Я думаю, ну, какой-нибудь священник бы стоял, он как бы своим видом бы, благочестием показал ему этому человеку, что вот есть, там, религия и так далее. А я-то что? Ну, я ничего. Простой, мирянин. И да, кому я? И Господь посылает, и посылает, и посылает. Я понимаю прекрасно Смирнова, когда он сидит вот так вот в кресле. Да я никуда не пойду, это, конечно, я понимаю. Я вот тут мне хорошо, тепло, я мягенько в кресле, я вот вижу, мне хорошо, я никуда не пойду. Ну, конечно, это лучше всего, никуда не ходить. Шестнадцатый стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Толкование. Помрачение лица есть принятие пасмурного вида. То есть, когда кто кажется не тем, каков есть, но притворно принимает скорбный вид. Помрачение лица, есть принятие пасмурного вида. То есть, ну, как артист. Артист он на сцене пляшет, все, но потом он заходит в гривенку, и все, и все видят, каков он и есть, никакой он не герой. Он может там трюки какие-нибудь делать, а коснись каких-то жизненных ситуаций, и все, уже героизм ушел. Все, притворство. Так и здесь, он постится, ему хочется, чтобы люди о нем думали, хорошо, вот он какой, вот он постится, вот какой герой-то. И вот он специально такой. Ну, я даже не знаю как. Не знаю, вот когда вот пост, на сестер смотрю, у них наоборот лица как будто они голову или помазали, они такие вот красивые, такие вот светлые становятся. Пост заканчивается, уже в ком-то тлыг, уже все, сморщинило, еще уже это. А вот пост лица разглаживаются, ну, как. Ну, вот Христос говорит здесь, как бы говорит устами златоуста, Христос заповедывает, помазывает голову не с тем, чтобы мы непременно делали это, но чтобы тщательно старались скрывать пост. Это стяжание свое. Стижание. То есть, приобретение твое, твое приобретение. Для тебя самого это награда. Награда, да. Поэтому и нужно быть искренним в пост, как можно искренним. Не то, что ты, а, великий подвиг творишь, вот это я до себя взял. И такой, несешь. Искренне просто, да, Господь сказал, ты исполняешь. Больше молиться, больше молиться, больше. Я думаю, что такие понятия, молитва, молчание, они тоже, как от веры, веры возрастают. Поэтому не могу сказать. Там градация какая-то сейчас спросит кто-то. это сложно. А чтобы ты уверился, что это точно так, он заповедовал, заповедь свою исполнил самим делом, когда постясь 40 дней, постясь тайной, не помазал головой, не умывал лица. Но не делая этого, все совершал без всякого тщеславия. То же самое Господь и нам заповедует, упомянув о лицемерах и представив слушателям две заповеди. Он наименованием лицемеров указывает еще и на нечто другое. Именно он отвращает от лукавого желания не только тем, что дело лицемера достойное смеяние и крайне вредно, но и тем, что обман лицемера может скрывать только на некоторое время. В самом деле лицедей на то и кажется блистательным, пока продолжается зрелище. Да и то не для всех. Большая часть зрителей знает, что он таков и за кого выдает себя. Но когда кончится это зрелище тогда для всех открывается он в том виде, каков есть. Точно так же такой же участий необходимо подвергаются и чеславные люди. То есть это тщеславие. А что, примеры какие-то приведем еще что ли или что? Может дальше пойдем? Ну давайте дальше. Давай дальше. 17-18 А ты когда постишься помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Толкование. Помазываться илием после умовения у древних было знаком радости. Так ведь ты показывая себя радующимся. Смотрю на сестру, она весь пост радуется, прям скрывает, что она постится здорово. Не сразу не скажет, что она постится. И вот вы так же. Прям как по толкованию, как прям Христос. Под илеем разумеется также и милостыня. А под головою нашу Христос, которого должно умощать милостынями. Вот еще духовный смысл такой. То есть помажь голову свою илеем, Христос голова, илеем милость. То есть пост от себя оторви маленько-то. Масло. Да. Раньше иногда получается. Слава Богу. И твори милостынь. Сам себе поменьше тарелку наложи. Больше. Илеем милостыня. А лицо умывает. Значит душу очищать и чувство омывать слезами. слезами это да. Слезами да. А нельзя. Да. Ну Бог решил тебя. А можно я разрешение спрошу у тебя то что я хотела как раз о слезах тут там такое. Можно я прочитаю вот это. Ну одна две странички. Две странички. Может с разбором прочитать как-то. Часть прочитать и ну хорошо. А что там на местописание какое-то или что? Вот как раз вот об этом вот как человеку нужно себя вести вот в это время покаянное. Вот как раз. И вот там я вот прочитала и мне захотелось чтобы я вот здесь в тесном кругу как бы тоже это и как вот может быть это на меня так повлияло а на других может это так и не повлияет. А сколько читать тут? Одна две странички один листочек сократить там еще нельзя ну сейчас а там вообще там вообще там даже это ну вот смотри вот и вот все конец ну вот я хочу это самое это поучение святых Ефрема Сегина сердце мое болит состраждет мне братья рабы благословенные где слезы где сокрушение да омой тело мое слезами и стенания ибо я вижу владыка что ты святых твоих как отборное злато возьмешь из этого суетного мира в покой вечной жизни как благоразумный земледелец когда видишь что плоды хороши хорошо сотрели тотчас их собирает тотчас собирает их чтобы они не были повреждены какой-нибудь порчей так и ты спаситель собираешь избранных потрудившихся в правильной жизни а мы беспечные и ленивые произвольно остаемся в нашем ожесточении и плод наш всегда не зрел потому что нет причины почему бы он хорошо содрел в благих делах и был собран как святой житницу жизни ибо наш плод не имеет ни слез чтобы созреть ему ни сокрушения чтобы освежиться влагой слез ни смирения чтобы прикрыть его во время сильного зноя ни нестяжательности чтобы не отяготело его то что враждебно ему ни любви к Богу крепкого корня держащего плод ни беззаботливости о земном ни бдительности ни бодрственного и трезвенного ума в молитве но вместо этих прекрасных и благих добродетелей у нас все противное жестокий гнев и ярость убивающая плод так что он ни к чему не годен многостяжательность влекущая его долу и великая беспечность как дадут все эти когда дадут все эти беды созреть плодов святости чтобы он был угоден своему владыке небесному делателю увы мне скажи душа и плач будучи еще на участие совершенными отцами и святыми подвижниками где отцы где святые где бодрственные где трезвенные где богобоязненные где нестяжательные где сокрушенные благоугодные Богу которые в чистой молитве предстояли пред Богом как ангелы Божьи орошая землю сладкими слезами умиления где боголюбивые исполненные любви к Богу которые не стяжали ничего тленного на земле но взяв крест непрестанно следовали за спасителем и шествовали неуклонно по тесному пути тщательно внимали чтобы не впасть в стремнину шествовали по непроходимой безводной мрачной пустыне но правым путем истины и заповеди Божьи всегда озаряемый светом повелений Христовых шествовали доброй жизнью и усердно служили Богу терпя добровольные скорби суетной жизни потому-то и Бог сильно любя их собрал их в пристанище жизни и в радость вечную чтобы они там вселились и наслаждались в чертоге небесном они пришли отсюда к всесвятому Богу имея у себя готовые светильники нет ныне между нами их добродетели нет между нами их подвижничества нет ныне между нами их воздержания нет ныне между нами их кротости нет их нестяжательность нет бдительность нет любви к Богу нет ныне между нами христианского милосердия нет сострадательности в ближнем нашем но все мы жестоки не крутки совсем не терпим друг друга как стрелы разженные в иное время у нас язык на ближних наших все мы ищем чести все любим славу все любостяжательно все неродивы все сонливы все строптивы пустословью готовы а на молитву ленивы скитаться охотники а на безмолвие немощны пища усердная а воздержание скучаем к любви холодная а на гнев горячий на добро ленивых а на злочие тщательные кто же не восплачет кто не возридает о таком состоянии нашем крайне расслабленном святые отцы бывшие прижи нас благоугодивших Господу и спасшие себя не были так расслаблены они достигнут совершенства не имели двух помыслов а один помысл как бы спастись это было доброе зерцало для всех зрящих один из них мог умолить Бога за многих людей а два из них могли явиться перед Богом и святых молитвах и молить человеколюбивого Бога за тысячи увы мне так как душевное око у нас не бодрится от великого ослепления и суетности то потому-то мы не можем разуметь предстоящей нам беды вот преподобные и праведные уже собираются вводятся в пристанище жизни чтобы не видеть скорбей и соблазнов нисходящих на нас за грехи наши они собираются а мы дремлем они вступают Царство Небесное а мы увлекаемся суетным миром они влекими дерзновением идут в Бога а мы рассеемся на земле пришествие Господне при дверях а мы сомневаемся труба Небесная готова вас гласить по повелению Божьей и поколебать все страшным глазом чтобы чтобы возбудились мертвые и каждый их получил по делам своим сила Небесная готовность состоит в чинах чтобы предшествовать со страхом предлицем жениха грядущего слави на облаках небесных судить живым живых и мертвых а мы не веруем что же будет с нами в этот час братья как мы оправдаемся тогда пред Богом не родения о своем спасении если мы терпим не почимся и не восплачем отложив стыд если не покаемся надлежащим образом со смирением души с великой кротостью никакой не будет нам польза от множества слов когда мы увидим святых во славе царя парящих во свете на облаках воздушных строителей Христа царя славы а себя увидим в великой скорби то кто перенесет этот стыд и тяжко без чести будем трезвы братья будем трезвы возлюбленные будем трезвы боголюбезное чадо возлюбленное Бога отцу войдем в самих себя и соберем хотя немного мысли свои с растения приподнем к Богу с обидными слезами будем призывать его неотступно и с усердним чтобы он избавил нас от огня иного тимула от горького мучения и мы не были отлучены не от случаящего владыки нашего любившего нас и предавших себя за нас на крест и подчимся все умилостивить подчимся все умилостивить умилостивить Бога Святого пока есть время ибо Бог ибо вот Господь стоит при дверях Ему слава Цель со Святым Духом во веки веков Аминь умилостивить 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 да я просто прочитала когда это все меня касалось все меня и я как-то прониклась к этому может с этой стороны это как-то а когда это нагорело как-то это ищешь вот какого-то ответа на многие вопросы и что вот я часто хожу к Александре во мне допустим к престарелым ходим и они говорят вот помните к Валентине Павловне мы все ходили вот сколько лет ходили она с Аллой мы всегда ходили она всегда как она молится как она молилась я всегда стояла и плакала я как плакала когда она молилась А потом она говорит, Господи, пойдет на колени и говорит, я не готова, я не готова. И я всегда так думала, вот как это так она не готова, не готова. А вот тут я нашла ответ. Плод-то не созрел, хотя она всегда молилась, так вот молилась слезно. Как молилась Валентина Павловна, это только вообще, это надо было и слышать молитвы. И она криком кричала, не готова, ты мне покажи, где мои еще грехи, которых я не принесла покаяния. Я говорю, а, вот ты мне ответила, ну вот, Людмила, ну она не готова, ну что ты, я говорю, да если она не готова, то мы вообще, я вообще никакая тогда. И у меня вот такое, и еще когда после больницы, когда услышала крик души, вот женщины, которая вот без сознания, а я так говорю, она же верующая сидит в медсестрах, как она верующая, она никакая не верующая. Они там что попало, анекдоты все рассказывают. То есть кричала эта душа, Господи, «Спаси меня, я погибаю!» Когда душа кричала, то есть душа наркозу не подвержена. Душа же не может, это, обездвиженно наше тело было, а душа-то, она кричала криком. И вот думаю, а как же я тогда кричала, что я кричала, мне так охота было узнать, что душа-то, какая душа у нее, Господи, спаси нас, мы погибаем, спаси меня, я погибаю, она кричала. Она погибает. Почему душа погибает? Значит, она правда может умереть, эта вот женщина. И вот это вот, я Виктор Андреевичу там, Виктор Андреевичу в этот же день, когда я тебя слышала, он приносит мне книгу Даниила Сосоева о страстях. И я только открываю, думаю, как мне говорить с этой женщиной, как мне говорить, Господи, дай мне сил, как ей рассказать вот то, что я слышала о ней. И он приносит мне книгу Сосоева, и написано о душе, о душе человеческой, как она себя чувствует в теле, как она себя ведет. И вот такой там, я думаю, как, а я говорю, а почему он говорит, я не знаю, почему ты ее принес. И я этой женщине сразу эту книгу принесла, она учительница, ей где-то лет, ну, 35 примерно такая, я стала с ней разговаривать, стала о душе, и стала зачитывать. Я говорю, возьмете это почитать? Она говорит, возьму. И Слово Божие там вытащила все эти самые о душе. Все-все-все по Слову Божьему. А она говорит, я не могла так сказать. А я говорю, а ты в детстве хоть как-то, она говорит, а в детстве нас дедушка всегда водил, мы у него жили в церковь. А потом, когда я в школу пошла, я все это забыла. И как-то я говорю, а дедушка о тебе молится. Он не умер, он молится за тебя. И вот сколько дедушка умер? Говорит, только тут же лет, может, 30. Мне вот лет 5 было, когда он думал. И я говорю, ты видишь, сколько времени он о тебе стянает, сколько времени он о вас молится. И она сидела, сидела, потом проотхожу, я на следующий день прочитала, она говорит, прочитала. И она такая смиренная, она такая спокойная, а то как-то плакала. Она сказала, да, я могу умереть. Она сказала, а потом уже мне призналась, что у нее какой-то мыпыла. Она говорит, да, мне сказали, вот еще раз, на операцию через год я приезжаю, если мне поможет, то все. Я хотел бы это сказать, что это не мудрено, что человек не готов, там, боится и так далее. Иисус Христос просил, чтобы Господь мимо чашу пронес, потому что Господу не было бы все известно. И однако просил, потому что наша плоть, она знает по опыту других людей, читали там, читала она где-то и сама участвовала в жизни своей и знает, что такое боль. Господь отделил нас от ангелов тем, что ангелы не имеют рычага управления своего, они уже созданы, вот какие есть и все. Если они уже не покаялись, эти ангелы, им невозможно покаяться, невозможно ангелу принести покаяние, он сразу вбирает все, или добро, или зло. Треть ангелов это демоны, две трети добрые ангелы, которые помогают людям, которые являются нашими друзьями. А человек может измениться за несколько минут, стать другим совершенно. На него может так повлиять его плоть. Зрение, рука, нога, сердце, даже душевные болезни, ну то есть расстройство нервов и так далее. Все это может на человека так повлиять, что он и от зла обратится к добру. залетел, говорит, орел страшный, черный, а вылетела голубица белая. Как такое может быть? Это сделал так Господь. Он человека сотворил венцом природы. Почему этим очень сильно досадил сатане, как оказалось, ну, Деницы, сыну зарей. Хотя он был первый ангел сотворенный. Первый ангел, первый блинкомом пословица есть. Это как раз про сатану. Первое творение Божие, которое должно было стать начатком всех сил, которые должны были человеку сопровождать по всему пути жизненному, оказался предателем, человекоубийцей, лицемером, лжецом. И когда говорит он ложь, говорит свое. Поэтому удивляться нечему, что вас коснулись эти слова. И, ну, когда вы читали, допустим, меня эти слова уже не так сильно касаются, потому что я прочитал вообще Ефри Василина очень много. У меня магнитофонные записи его, я слушаю Ефри Василина, поэтому простите. И когда идет пост, то во время поста так оттачиваются вот струны души, что все, что касается спасения, оно очень сильно касается меня. И когда говорят люди о покаянии, много каются и так далее, я сразу хочу спросить их. Вы в монастыре сейчас каетесь и вы ходите по улицам Москвы с Евангелиями за плечами, как вот Надежда Васильевна с торбой целой, и пытаетесь людям рассказать о Христе. И у меня только один ответ. Конечно, в монастыре. Потому что, когда вы идете с торбой, вам не до этого. Готовы вы там предстать перед Христом? Не готовы? Идешь и одно думаешь, Господи, да дайте мне сил не постыдиться Тебя, а вот этим людям сейчас сказать о Тебе, и чтобы они приняли слово Твое. Вот тем сказать о Тебе. Подходишь к одним, бабка, давай иди отсюда, подхожу к другим, что тебе от меня надо? Пошел отсюда. И вдруг раз кто-то располагается, а что? Останавливается, еще бывает пробегает, потом возвращается. Думаешь, Господи, слава тебе, ну надо же, подошел, человек взял, что такое у вас, а что это? Начинаешь ему рассказывать, объяснять, и ты забываешь уже о том, что готов ты, не готов ты. Ты видишь перед собой человека, который должен принять Христа. Он остановился Слово Божие взять. Готов, не готов, грешный ты там, много грешный, ты дай Евангелие человеку. Пускай он знает Евангелие, как ты, обратиться к тебе. А это вот, когда ты сидишь, растеляжился, ну или там даже стоишь, даже на камнях, и одно только ты думаешь, в келью там у себя запишешь. Готов я или не готов? Господи, да конечно же ты не готов. Никогда. Потому что Христос нигде не говорит, завейся в келью и думай только о том, Господи, я готов я или не готов? А готов. Антоний додумался представить Господа в молитве, а есть ли величественнее, чем я, душой человек? Достигший больше. Это монах в пустыне. Достиг. И что ему Господь показал? Двух женщин в городе, в центре, которые имеют мужиков. Неплохих, будем говорить. Мужиков, они два брата, хорошие, туньбяжущиеся. И которые спят с ними. Да? Так они ему и сказали, отец, упали при нем, говорили, зачем ты к нам пришел? Мы только что этими ночью были с мужьями, с нашими. Мы-то вообще прокляты, можно сказать, по своим с тобой. И он закрыл лицо руками и говорит, Господи, да, что же я наделал спрашивать тебя? И теперь я представляю, как этот Антоний пришел, у него окружилось, может быть, и это его повлекло потом прийти в Александрию, когда Ариане сказали, что с нами Антоний. И все, ааа, православные, вот вы какие, вы неправильные. И Антоний пришел, явился и проповедовал, несколько лет ходил по Александрии, пока всех не обратил, и все не убедились, что Антоний православный. Может быть, эти вот женщины как раз его и убедили, что вперед, трудись над душами других, а тот там грешный, многогрешный, канон покаянный читаешь, такое впечатление, как будто он грехами стек человек, один стоит какой-то грешных иероглифов, мумифицированный труп. Нету, ничего не осталось. Живого нету на человеке. Живого места нет на потрохах. А я хочу живого тебя увидеть. Ты мне пример покажи. Отче Андрея, покажи мне пример. И он только плачет и плачет. Ну ты плакал. Ну а какой пример-то мой? Дальше, ну мне что, тоже плакать? Дела, дела. Ну куда ты ушел-то потом? Умер ты совсем. Где ты? С Богом ты? Не с Богом. Непонятно ничего. Не возблагодарил Бога, не прославил Бога. Еще он нету. Нету концовки-то. А, у Христа везде жизнь. Вы посмотрите, мы читаем Христа. Вот почему так люди, когда обращают внимание на наши занятия, и они все, кто-то доволен, кто-то недоволен, равнодушек нет. Потому что мы читаем слова Христа, и когда начинаем говорить словами Христа, все просто и понятно. Нужно исполнять. И почему многие говорят, а, да это вы там для тщеславия другие, да вы там неправильно это делаете. Почему? Потому что они хотят увидеть какую-то тайну во всем Евангелии. Что просто так не может это быть. Просто так нельзя. Там, видать, Христос что-то такое сделал, вы-то точно не знаете. Вот мы не знаем. А вот мы-то точно узнаем. Почему? Мы в церкви, потому что там батьки, они стоят, и что-то они знают. И нам потом скажут. А никто ничего не говорит. Одно только. Кадила ходит в руках, они стоят, все ждут. И Игнатий Иванович разговаривал с одной бабушкой, она там помогала в церкви, говорит, сорок лет. И он ее спросил, кто такой Христос? А не знаю кто. Она даже не могла просто тебе сказать, кто Христос? Богочеловек или он? Ну как, ну кто такой Христос? Ну Христос, ну Христос, Спаситель. Ну Спаситель, а кто он? Кто он? Не знаю. Ей все равно кто. Ей не интересно это. Она ждет там, сейчас Оракул скажет, и все. А нету никакого Оракула. Оракул сказал уже все. Мессия пришел, это все его слова. И люди, когда я говорю, вот Евангелие, все слова о вечной жизни Иисуса Христа. Если жить, хотите вечно вовремя попасть, вот читайте эти слова Иисуса Христа. И там все, все сказано. Что-то тоненькое, если кто, какая-то, у кого-то неправильно. Что там кто? Где? Им какую-то надо такую, чтобы там нажал кнопку, оттуда. Что-то такое. И все, ааа, вот это точно, это конечно, это молодцы вы. Оттуда ничего нету. Это живая книга, она для тебя рождает в душе веру, если ты начинаешь ее проходить. Вот Господь дал мне это понять. Ну, не талант это, но может призвание, оно как раз называется. Я только прочитал первые слова Библии, знаете, у меня какое это было действие. Вот я открываю такую Библию, да она не такая была, у меня карманный вариант. Открываю, читаю первые слова. Вначале смотрел Бог небо и землю, земля же была безвидна, и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Меня всего вот так вот, до такой степени, я так прям закрыл ее, вот так прям думаю, ничего себе. И я не знал, что такая книга есть. Да меня это так поразило просто. И я уже открыл, с такой уверенностью, и начал читать все, начинает. А мне нужно было всего на все найти. Иуда повесился, или мы зарезали. Хотел найти в Библии. Это был 88-й год, это в Мастере Маргарита там написано, он был какого-то, что равно он там пишет, как Евангелие от Сатаны. Ну, то есть, чтобы Сатана запутать все решил, и он сказал, что его дозарезали. А я-то знаю, что он повесился, и я думаю, надо найти. нашел Библию, в конце концов, взял, открыл первую страничку, и когда, говорю, прочитал, думаю, ну, началось. И с таким удовольствием я прочитал, и когда я дошел, да, ну, сами знаете, это где-то вот здесь, пришлось всю Библию читать. Так бы я быстро нашел, может быть, и понял. А так я прочитал всю драгоценную книгу живую, Библию, и все уже, пока я дошел, зарезали его, не зарезали, это был уже сотый там размер какой-то, повесился он или что. Главное, что моя душа начала напитываться вот этим вот, вот, у меня были душевные болезни там, это бесы летали вокруг меня, я спать мог только при свете, потому что бесы меня одолели, кровавые мальчики, говорят, в глазах, и вот они ходят зубами, все в гробах летают, ведьмы эти, как вот, это, вии показывают, вот это вот все у меня было, то есть сатана меня пытался все больше и больше, и я только брал эту книгу, Библия, и сразу все, отступало, и я спал вот так вот, прямо на Библии, сплю и мне так хорошо, открою глаза, никого, вот так вас супостаты, и целый год они меня вот так мурыжили, пока вера не начала прокрадываться в меня, и не начали отползать от меня грехи, спадывать, один грех, другой грех, я начал понимать какое-то освобождение великое, когда помните, это путешествие Пилигрима, когда он зашел на горку, и увидал крест, когда я встал на колени, и в этот момент, у него этот мешок-то, горб этот, и грехов упал, и покатился вниз, и он как освободился, как крылья выросли, и он понял, что такое свобода, вот эту вот свободу, я вот ее почувствовал, и я это желаю всем людям, такую свободу почувствовать, поэтому Ефрем Силин, бедный Ефрем Силин, почему он нам не встретился, мы бы побеседовали с ним, он бы у нас побыл на занятиях, столько бы он хорошего рассказал, но мы бы ему рассказали, что есть еще и благодарение Богу, а есть еще и аллилуйя, просто словословие, а я грешен, многогрешен, ну ты же живой, ну аллилуйя, воспой Господу, просто аллилуйя, ты живой, наконец-то, ты понимаешь, что ты грешник, воспой благодарность Господу, что понимаешь это, нет, все монахи такие, нет, ничего подобного нету, никто не воспоет, подожди, я же грешный, я же должен сначала слезы, я должен там весь быть, и вот мумия одна должна остаться, а потом тогда все другое делать, а Христос этого нигде не говорит, вот в чем противоречие, это вступило оно, общался с грешниками, с мытарами и фарисеями, поэтому, конечно, я понимаю, то, что вы прочитали, это мой момент, так видно мое, и мой момент, и любого момента, все это мы проходим, покаянный период, но не хожу, вот я когда ходила, вчера, ой, в воскресенье, мы с Игорем, и с Костей, Мухой, мы были, на Балтийской, на Балтийской улице, нет, не у Иоанна Богослова, ну, рядом почти, да, и мы там, ну, где-то часа полтора, наверное, может, больше, и знаете, много идут, и все прям, куда спешат, куда спешат, я говорю, все, как выходит, вот давайте обращаться к тем, кто выходит из магазина, они кто, они идут со стремлением, а тут мы мешаем, когда выходит, мы уж тогда, тогда вроде они уже, все, что надо, обмятли сумками, там это, идут, там общаются, как-то было, и так все, вот все равно, вот все равно, вот какое-то такое, такое столпотворение, и одна пробегает, такая, мимо меня такая молодая, я говорю, вот живое слово, святая, святая Евангелие, она, я сатанистка, отойдите от меня, я так отошла, правда, отошла от нее, я даже не ожидала такого ответа, что я сатанистка, отойдите от меня, я отошла, а женщина сзади идет, и на нее смотрит на нее, что она сатанистка, так громко на меня крикнула, прямо рявкнула на меня, и дальше. А потом ходят, ходят, а некоторые по раза по три в магазин, зачем-то заходят, непонятно. Потом выходят, я уже вижу, не подхожу. Одна женщина говорит, да ладно, давайте я возьму вас, Ивангель. Вы что, бесплатно? Я говорю, бесплатно. И она уже потом давай разговаривает. Потом подошла еще, и потом к машине подошла еще, все разговаривает. А она остановилась. Бесплатно. Так давайте я вам что-то дам денег. Вы мне там свечки купите и поставите. Я говорю, нет, нет. Сегодня мы даем, а не от вас. Она ходила, потом опять подходит. Надоела нам с Игорем уже. Все подходит и подходит. Батюшка, вы того-то знаете? Батюшка, вы того-то знаете? Вы же мне не рады уже ей, понимаете? Она уже там полными сумками от нас не отходит. Книгу взяла. Я говорю, давайте еще там, что вы, что вы хотели. Ну то дали и то спасибо. Она так это самое. Поэтому разные-разные. Многие, конечно, как Игорь говорит, многие бегут. Отойди от нас, отойди, мешаешь, отойди. Много-много. А потом Бог раз и пошлет. А я вернулась. Ну дайте мне, пожалуйста. И сразу размягчается сердце. Так приятно-приятно как-то становится. Я сразу, Господи, ты видишь, что я стала унывать. Благодарю тебя, что послала ее. Я знаю, что это как бы увидит он сердце наше. И думаю, как-то он, как-то, чтобы подбодрить, чтобы я там, мне это холодно, во-первых, замерзли. Я уже поражаю забрать это. Вот у сектантов этот институт апостольства, миссионерства, евангелизаторства, он у них развит до умопомрачения. Даже чересчур перебор у них идет. Они себя называют вообще апостолами. А в православии апостола поставили приблизительно как, ну, такие небольшие башки. Как бы Бог такой центральный, Бог-отец. А это маленькие такие башки. Ну, башки обязательно. То есть у нас нету золотой середины. А это примеры для нашего действия апостолы. Нужно было всегда и везде говорить, мы должны поступать, как апостолы поступали. Мы обязаны так поступать. Апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовестую. И тогда община, они бы только укреплялись. Их больше и больше было. Дети понимали бы, смотрели на своих родителей, участвовали в их жизни благовестнической, мессианской. И все бы тогда двинулось по-другому. Но этого не было. Апостолов превознесли на небес. Богородицу произвели в богине. Звание дали в богине уже у католиков. А у нас ничуть не лучше, хочу сказать. Еще даже хуже, чем у них. У нас каждый человек считает, что Богородица богиня. Все. Апостолов, да ты даже не смей касаться погадым своим языком их имен. И никто не знает, сколько их двенадцать. Кого сейчас просили? Ну, перечислите их двенадцать. И кто перечислит? Ну, богословы. Вряд ли даже. Никто не помнит уже их двенадцать. А что они сделали? Посмотрите, Жития святых. Где Жития святых? По каналам, каким там идут эти каналы? Радонишь там или что там? Где там про апостолов все рассказывают? Кто? Да никто не рассказывает про апостолов практически. А если рассказывают, так это мельком. А это же надо было конкретно. Прям Жития святых читать и читать. Поглядите, апостол Фома, что творит, где везде чудеса, сколько людей обращаются. Апостол Петр жертвует жизнью. Апостол Павел всю свою жизнь к ногам миссионерства положил. Все, каждый, каждый, апостол Иоанн, каждый благовествует, 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 ходит к людям с Евангелием, беседует, бьют его. У нас где-то нету ничего. Все, конец. Нету ничего. Все, одно только осталось. Мы грешные, многогрешные, мы никому не можем подражать. Ну, кто тебе это сказал? А ты, значит, сектант, ты, значит, неправославный. Мы можем только мощью, что ли, целовать. Зачем это, до чего докатились? Мы вообще бесталанные, никакие в деле благовествия. Мертвецы. По диванам только можем и все. И других вот везде заускивать, заускивать только и все. И вот то, что Игнатий Тихонович показал, и я хочу сказать, что это самый пример миссионерства. И он показывает на других эти примеры. Он не просто правильно делает, он делает благородно, как Христос заповедовал. Он как рыцарь, без страха и упрека, показывает это. Хотя на него все эти нарекания идут всегда. И поэтому у нас есть пример просто, вот и все. Хороший пример. Надежда Васильевна, сестры наши, которые благовествуют. И, конечно, Игнатий Тихонович, который показал, с чего можно достигнуть благовествия. Это вот наша община. Вот мы письмо это самое, которое он направляет ко Христу. И чтобы это письмо было с продолжением, теперь должны трудиться мы с вами. И то, что мы здесь вот на занятиях присутствуем, это маленький такой начаток того труда, который мы заложим там, когда будем встречаться с людьми. И я вижу, что это неплохо. Потому что, если там раньше это один-два человека было там, все, сейчас все больше и больше, я смотрю, участвуют. И то, что Игорь подключился, брат Константин, это чудо, я думаю, от Господа. А там у них дети, это все примеры какие. Когда мы ходили несколько, 5-6 лет назад, не было еще детей столько, они не подросли, они ничего не понимали. Но теперь-то они понимают, теперь-то им пример нужно показывать. Вот Ксюша, 13 лет, вот она Надежде Васильевне помогала в благовестии. Она и подносила Евангелие. Как боец в патроне своему товарищу. А ведь это песнопение баптийское, где говорится о том, что привет вам Христово цветущее племя. Идите, говорит, вперед, не страшитесь преград. Растите, цветите плоды, приносите прекрасное в мире, наследие Христа. И вперед, не рабея, навстречу идите борцам, это нас, это, на помощь борцам, как там, вот это, стихотворение. Ну да, да, да. Ну, в общем, потрудившимся братьям уже, идите на смену им, идите. Все это тоже там говорится. А какая смена-то? Давайте вот эту спою. А как она бывает? Привет вам Христово цветущее. Привет вам Христово. Кстати, его можно петь, потому что конец уже. Да. На 18-м стихе, да? Как быстро сегодня время прошло. Всего лишь на двух стихах. А сколько времени мы занимаемся? Полтора часа. Полтора часа. А я думала два. Сказала, говори, на два часа. Привет вам. До П. Давай я найдусь. Сейчас же светло уже на улице. Что, вот сейчас я вам могу разглядеть? Ну, потом, потом. Давай. Начинай. Я так объявляю, как будто у кого-то... А, как что-то у нас есть. У меня есть. Давай, давай. Тебя так лучше. Ну, давай, как это... Давай я вверху. Давай, начинай. Иди вай сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Сережа идет сзади тебя. И видна, и ствола, цветущее племя, Рожденная в буре великой судьбой, Вас грозно встречает последнее время, Зовет на последний решительный бой, Вас грозно встречает последнее время, Зовет на последний решительный бой, Стяною стальною стальною полки боевые, Неверие ведет нам на лютую брать. Сомкните ж теснее ряды молодые, В решительной битве никто не отстанет. Сомкните ж теснее гробы молодые, В решительной битве никто не отстанет. Трубите победу священное пламя, Пусть ярче горит над руинами зла, Не сидишь вперед христианское знамя, Любви бескорыстной Христова добра. Не сидишь вперед христианское знамя, Любви бескорыстной Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут Виенье одном на груди у Христа, А завтра, быть может, Кого и поднимут? Толпой разберенной На древо креста, Вперед не робеет, На смену идите. Усталым борцам Не страшитесь креста, Растите, цветите, Воды приносите. Прекрасное в мире Наследие Христа. Растите, цветите, Плоды приносите. Прекрасное в мире Наследие Христа. Аллилуйя Господу нашему! Достойно есть я, Которую истину, Блажите Тебя Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафин, Без искления Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу, Честнейшую Богородицу, Честнейшую Богородицу, Честнейшую Богородицу, Без добрых дел, Господи, Чтобы вера наша Позволила нам Не стыдиться Тебя В мире всем прелюбодейном и грешном, Пошли на нашем пути людей, Которые могли бы, как и мы когда-то, узнать о Тебе. Наполни наши уста. Хвалуя Тебе, Господи. Распусти нас миром. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Тебе. Аминь. Спасибо, Христос. Сережа, ты это, сейчас куда?